Здравствуйте, дорогие союзники! В прямом эфире работает проект «Союз онлайн» в студии Дмитрия Шакурова. Русский историк культуры, философ и публицист Владимир Александрович Кожевников считал, что художественная картина религиозной тематики должна влиять не только на чувство и воображение, но и на мыслительную и даже волевую сторону зрителя богатым идейным содержанием. Только тогда она соответствует своему назначению. Образцом исторической и религиозной картины он называл живописное полотно художника Александра Иванова «Явление Христа народу». Подлинник картины принадлежит Русскому музею Санкт-Петербурга и тему продолжит наш корреспондент Глеб Ильинский. Глеб, добрый день! Да, добрый день, Дмитрий, здравствуйте! Картину Иванова «Явление Христа народу» относят к жемчужинам коллекции Русского музея. И, насколько мне известно, эти жемчужины до недавнего времени находились в путешествии по выездным выставкам. Вернулись ли они в родные стены? Да, Дмитрий, вопрос хороший. Да, вернулись. И вот как раз сзади меня, вот вы видите, висит картина «Явление Христа народу». Действительно, вы очень, просто очень точно подметили, что эти картины сейчас вернулись из путешествия. А из какого путешествия мы попросили рассказать Елену Игоревну Столбову, старшего научного сотрудника института, хранителя живописи 19-го, начала 20-го веков Государственного Русского музея. Здравствуйте! Ну вот, я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы с нами поговорить. Откуда сейчас вернулась картина в свои родные стены? Картина вернулась из Ватикана. Когда Русский музей выдает работы на выставке, то это, конечно, должно быть очень мотивировано. И в данном случае в Ватикане, в музеях Ватикана была большая очень выставка из разных музеев России, концептуальная, которая называлась «Русский путь» или «Русское паломничество» от Дионисия до Малевича. И, конечно, сюжет Иванова, «Явление Христа народа» — это работа, которая огромное значение в русской живописи и в русской жизни вообще имеет. Они, конечно, не могли пройти мимо нее. Большая очень работа находится в Третьяковской галерее, и, конечно, ее очень было сложно, да невозможно вывести. И вот наш уменьшенный вариант, который тоже очень хороший, он даже в некоторых деталях не повторяет, а развивает тему картины, которая находится в Третьяковской галерее. В частности, здесь маленькая фигура Гоголя, а ведь Гоголь в своей повести «Портрет» как раз судьбу Иванова изложил. Это художник, который 20 лет жил в Италии, во всем себе отказывал и посвятил все свое время работе над картиной. И, наконец, эта картина явилась в Россию, и здесь вот произвела такое впечатление сильное, что оно до сих пор не утихает. И вот эта работа была в Ватикане. Конечно, там огромное внимание привлекало, и, ну, наконец, выставка закончилась, и она вернулась на свое место. Когда работа из русского музея, из экспозиции русского музея где-то выдана на выставке, то мы вешаем другую картину. Здесь висела работа Иванова же «Иосиф, толкующие сны Хлюабадару и Виночерпию в темнице». Это работа, которую редко можно было увидеть, но те, кто приходили во время отсутствия явления Христа народа, они могли увидеть вот эту работу тоже очень хорошую. Спасибо большое, Елена Игоревна, за такой подробный рассказ. Ну, и, конечно, я очень могу вот просто от себя сказать, что русский музей, и когда вот такие христианские картины путешествуют, и когда их могут увидеть другие люди, это действительно такая настоящая христианская миссия, которую несет русский музей во всем мире. Вот таким вот образом. Дмитрий. Спасибо большое, Глеб. Это был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Глеб Ильинский. Спасибо вам за внимание. Сегодня мы, надеюсь, увидимся. Санкт-Петербурге Глеб Ильинский.